в этом видео мы поедем с вами в клайпиду мы ездили в клайпиду в конце сентября начале октября на всего пару дней на уикенд так сказать и когда мы ехали в клайпиду случайно попали в населенный пункт муснинкой и посмотрели там на очень интересный костел это очень интересный костел конечно ехали в клайпиду сейчас едем в клайпиду и увидели костел решили остановиться потому что очень необычно выглядит нестандартная архитектура нет никогда потому что такая это прям так видишь какая необычная смотри это что вон там деревянная штука но сейчас пойдем тоже какая-то это статуя жили мы в апартаментах которые находятся в центре клайпиды недалеко от старой паромной переправы в смертине и и здесь апартаменты построены в новом доме то есть вот это впереди и есть вот эти вот дома апартаменты это новое здание но сделаны они под старые и отлично вписываются в остальной стиль улиц и это очень классно что строят соответствующие не портят облик города вот такой вот внутренний дворик этих апартаментов там довольно таки небольшие квартирки но в принципе очень камерно и неплохо смотрится вечером очень приятно в этом дворике вот так вот заходишь у все очень узко такое стиль великобритании все очень узко узко видорчик там тоже апартаменты другие и вот здесь вот направо такая лесенка маленькая и вход в квартиру везде смарт замки с кодом стоят то есть self check-in что очень удобно все в принципе в этой квартире выглядело как на картинке достаточно все красиво аккуратно но были такие мелочи которые реально являются неудобными то есть в целом на два дня там две ночи там поспать это нормально но какие-то мелочи из разряда одно полотенце которое становится мокрым за две секунды нет дополнительных мусорных мешков и одно ведро и всякие вот такие небольшие детали они напрягают и ты них никак не узнаешь до того как поселишься скажем так посуда из икеи вообще здесь все из икеи кроме наверное этого холодильника маленькая такая плиточка готовить там особо не наготовишься мы заказывали доставку и можно в принципе просто поесть что-нибудь можешь сварить там макароны не знаю этой маленькой плитки и подогреть чайник чайник тоже индукционный со свистком вот такая небольшая плиточка в общем-то не предусмотрено для готовки и второй мансардный этаж ооо смотри мам что ты и нравится подожди давай посмотрим что там какой-то видок странный а у нас третий этаж на стороне у меня нет я всегда психу когда кто-то высовывает руку с телефоном либо на мосту Ну да, это страшновато. Мне кажется, вот эту. А ты думал, какой ему? Я эту хочу. Вот, смотрите, какой класс. Да, папа в мансарду смотрел, но я не думаю, не детям. Какое интересное здание. А ты не смотри. Так вот, я не могу. Это, чтобы, кстати, упасть так точно. Пусть ты ночью идешь, что-то... Ну вот, а там есть закрывашка? Как ты из-за нее спортом сейчас еще больше. Мне кажется, наоборот. Нет, это чтобы ограждаться. Да, но, представляешь, ты ночью идешь и беспоминство. Нет, даже беспоминство не надо. Нет, просто поэтому думаю, что лучше пусть вот Петя здесь спит. Да, да. Почему? По одному одеру, короче. А почему... А, ну, там... А у меня там свет где? Везде там, тут много света. Нет, у меня просто я вниз пошел. Кстати, мам, я нашел вот переличный способ. Какой? За перила держаться? Не, можно держаться из-за эту штуку, но они когда-то кончаются, вот эта вот фигня, да это можно, значит, ты добавишься прям очень, держаться за ступеньку. Опять же, мансардный этаж выглядит классно и красиво только на картинке. В жизни ты постоянно бьешься головой об эти вот притолоки, которые нависают над тобой, то есть, ну, в целом довольно-таки неудобно. Ну, опять же, на два дня это вполне нормально, но если вот человек строит дом себе с такой мансардой, то это реально супер неудобно. Ну, такая вот фанна, тут есть все необходимое, там, туалетная бумага, полотенец было много, что хорошо. Вроде как есть вот регулятор, то ли это отопление, то ли пол с подогревом, но пол там был не с подогревом, он был не теплый, то есть, скорее всего, это какое-то, может быть, я не знаю, отопление или что-то, но мы его не смогли особо отрегулировать. Вот электрополотенцесушитель, вот такой вот душ, и тоже там кусочек мыла был, и вот такое вот средство, там, универсальное, какой-то там мыло, гель для душа, для тела, что-то такое. То есть, в целом, ну, базовые такие только вещи. Вот тут вот мы проходимся недалеко от наших апартаментов, вот эти вот здания, я не знаю, конечно, новые они или нет, выглядят классно, но явно это все апартаменты. А здесь мы случайно попали в Акрополис, тоже нам нужно было купить одну вещь, и мы поехали в местный Акрополис, и там была такая вот выставка в стиле стимпанк, я решила ее заснять, смотрелось необычно. Ты вообще видишь, народу мало. Акрополис 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 Два года назад, когда мы только-только приехали в Вильнюс, мы были в Клайпеде, и переправлялись на Курскую косу. Тогда было 36 градусов жары, и мы купались в море. Вообще, здесь мы решили просто, наконец, съездить на Балтийское море, потому что просто я хотела посмотреть на море, и все. Вот здесь вот самый центр, это главная площадь Клайпеды, здесь всякие бары, рестораны. И вообще, когда ты ходишь по Клайпеде, видно, что здесь очень много следов немецкой архитикатуры. Клайпеда называлась раньше Мемель, была немецким городом, и вообще улицы построены совершенно по-другому, не похожи на Вильнюс. Ну, и здания тоже отличаются, ну, красиво. Что? Да, Петя говорит, я хочу юлбокс, а ему рассказывают, что мы когда-то покупали в Смоленске, что ли, мы в коробочках покупали. Ему вообще не понравилось, он съел белорский. В принципе, по этой набережной тоже мы гуляли, это основные улицы, основной центр. Вот эта вот набережная ведет к старой паромной переправе в Смельтине. Здесь такой каналчик, это речка, река, разные лодочки, очень красиво, мне нравится вид вообще, шикарный, конечно. А вот эта вот лодочка по имени Ольга. Придаю привет Сашиной маме, помните эту лодку? Я вам скидывала фото, когда мы только первый раз были в Клайпеде, и эта лодка все еще здесь. Было очень ветрено, поэтому я везде почти удалила звук, потому что очень было шумно, поэтому просто наслаждаемся видами центральных улиц старого центра Клайпеды. Будет еще второе видео, где мы все-таки посмотрим на Балтийское море, потому что в этом видео мы особо-то его и не увидим. И в следующем видео мы переправимся на Курскую косу и пойдем таки в Литовский морской музей, потому что в прошлый раз, когда мы были в Клайпеде, это было в разгар еще ковида в 2021 году, и все стояли в масках, на жаре в 36 градусов, и мы просто не попали в этот музей. Но зато в этот раз попали. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал. Это выродный братик. Братик. Господи, ну и камни. Еще это специально, чтобы тут никто не ходил, мне кажется, по этим камням. Органные ноты какие-то. Интересно, это что за дом у нас? Какой-то он странненький. Да, но мы же... Мы что, туда и пойдем? Да, мы сейчас туда и пойдем. Не, а мы здесь же не ходили. Мы прямо шли. А мы поворачивали направо. А сейчас мы не пойдем. Пойдем прямо. Можно посмотреть на всякие вот эти вот узкие улочки, на вот эти миленькие домики. Я все-таки думаю, что много-много везде здесь апартаментов. Всегда в центре, в старом центре много апартаментов. Так же, как и в Вильнюсе, всякие закладки в основном их сдают. Это очень удобно и выгодно. И дорога везде выложена брусчаткой, и по ней иногда очень трудно идти. Она не отшлифована. Вот здесь, прикинь, мы сейчас пройдем в тупик. Не вода? Я не хочу разворачиваться. Я уже знала их. Ой. Я тебе говорю, ну, ой. Стоит ли колес. Отпустили. И здесь мы идем практически по тем же улицам, только в темное время суток. Что было тоже очень приятно. Что за шесть 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 шесть? А там написано было «Остаржевый камин». Потому что это речка. Там написано было «Ичая», я рисовала. Вот туда. А вот это, кстати, музей истории малолитвы. Они работают, посчитали, в субботу, в воскресенье. А, да? Да. Серьезно? Только в пять минут, до трех. Да? Да-да-да, в трех. Почему это так плохо? Да-да. Ну что, никто не ходит, что ли, туда? Кто это такой бородатый? Иван Федорович? Крузенстерн. Человек, и пароход. А у тебя в запись не в belief что он не сидит? Запрещено с ним. Нет, нет, просто не доходи. Он проснулся. Простал. Катерок, катерок. Когда и если, главное. Будет мне там лет 70-80. Лечебный. 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 Классный. Лечебный. 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 Надо почитать. Рыбака какого-то может быть. Лечебный. Стой. Стой. Это уже непосредственно measurements. То есть возле моря здесь стоит такой памятник, там мальчик и собака, и уже вид на само Балтийское море. Конечно, в темноте уже совсем ничего не удалось заснять, потому что освещение очень слабое. Вот видно, что там вдали море, так что в следующем видео будет море при свете дня.